Вот вы сейчас находитесь на территории... Отгребайте сюда, ребята, все быстрее! Писательство поселка Комарова, кровавая советская власть, дала писателям все, что только можно, и наши замечательные демократические преобразования отняли у них все, что только нельзя. Вот, значит, здесь вот с той стороны я вас проведу, еще покажу вам стенд. Здесь мы полностью, мы полгода просидели в Галии, это центральный государственный архив, для того, чтобы установить, кто, какие времена и как тут жить. Самых известных писателей, поэтов и прозаев мы провестили на эксклюзивных досочках, но самых известных. На самом деле здесь жило более 100 человек за эти полвека. Это дом Анны Андреевны, то есть, так сказать, градообразующий. В остальных домохоту, вот в право, там жил Биан. О, нет, вот, Левеев. Здесь жил Стругацкий. Да, последний график. Вообще они здесь прожили, наверное, полжизни, но в доме творчества, откуда вы как раз здесь живете. А вообще, даже есть общество любителей Стругацких, которые подсчитали, сколько часов они здесь провели, сколько они записали. Они очень много об этом говорили, поэтому это можно было бы просто проколировать. Там жил Агеев, Горбовский, там жил Битович и так далее, и так далее. Вот я, например, сменил на этом посту торжественном... Проголодался младенец. Носово, который... Это вот национальный бестселлер, да. Вот, и так далее. То есть, я перешел дорогу, можно сказать, в Водолазкину. Водолазкину вращали клещи, а Орлов возбудился как так вообще. Какой это стати, Водолазкин, не стоял в очереди. И заселили меня. Ну, вот, по иронии судьбы Ахматов, он поселился в Ахматовской будке. Да. У меня даже есть такая глава в книге «Дважды Ахматовская будка». Так что, я не знаю, как мы с таким количеством людей сможем посмотреть ее внутри. Но вот снаружи точно можно обойти и посмотреть вот этот, собственно говоря, колодец легендарный, из которого Бродский таскал воду Анна Андреевна. Да, то есть, ничего не изменилось. Все, как было пол столетия назад, так оно сейчас и нет. Ну, домики, наверное, что-то не это, наверное, не целовали. Нет. Покрасили. А вот нет. Покрасили. Единственное, что здесь делали. Нет, водопровода нет, но туалет в зоне. Если интересует, куда ходила она, Ревна, я могу сказать. Забор новый, но если вы хотите узнать, какой забор был у Анны Андреевны, вот этот штохетничек, это вот 50-е годы. Просто отказались. Вот. Значит, что я могу сказать. Я большой любитель развенчивающих мифов. Мы всегда думаем, что Анна Андреевна такой несчастный, загнанный человек, который все время знабили, вызывали, медичатый. Все это мифы. В последнее время мифы. Анна Андреевна действительно была человек без бытия. Без бытия. Ну, то есть, она могла ходить в старом пальто, потому что она очень следила за собой и свой образ она соблюдала. Но тем не менее, когда она не приезжала сюда долго, она прожила здесь последние 10 лет, в свою жизнь. Если отряд, то, что она сейчас отрядовала, вот когда статурировала, если толку не приезжала сюда, то директор лифтфонда звонил и говорил, Анна Андреевна, если вы не приезжаете, то мы отдадим секретруем следующему. Сейчас здесь состояла очередь. Мы будем селедом. Тогда она брала такси. Соль вселедная на Петроградской стороне вечером, брала старя литературного Наймана. И они ехали сюда на такси. Вы можете себе представить, сейчас про проект, а уж в те времена и два часа, это немыслимо. Когда мы работали стендом, я его покажу, кто, где, когда жил здесь, мы посмотрели личные дела писателей. Анна Андреевна, у них того будет сказано, была пенсионером союзного начальника. Охренеть! Это академические зарплаты. При этом она говорила, у меня ничего нет, кроме рисунка моря. Ну, то есть, вот так вот. При этом она будку назвала будкой. И вот я сейчас даже... Я считаю, что сейчас это большой дом, это огромный дом. Она назвала это будкой. А вы представьте себе, я и дали это в 1955 году. Это ровно 10 лет прошло с войны. Все в разрухе, все в руинах. Восстанавливали сами. Кредитов и, так сказать, помощи с Запада не брали. Да, и вот так вот дохотек не было. Получить, ну, я не знаю, папа поможет. Ну, она древняя, по большому счету, ничего тяжелее ручки и стакана в руки не была. Она себе постель не застилала, как говорят современники. То есть, ее современники. Вот я думаю, вот мы просто нас с Кругловым пригласили в фонтанный дом в музей Ахматова, и мы сделали целую передачу о ней, да? Вот как она тут жила, я рассказывал, Роман Геннадьевич рассказывал. После этого директор дома или там редактор. Есть целое радио фонтанный дом. Послушали это все. Сказали, этих... Мне пускать. Вообще никогда. Как-то... А вот так. Дело в том, что, если бы я хоть что-то соврал, я говорю только факты, я говорю то, что я видел вот сам своими глазами. Да, и вот я цитирую Наймана, я привожу, так сказать, из Гали документы. Для них это такой удар, потому что весь фонтанный дом, вся вот такая вот музейная, так сказать, экспозиция, говорит не об Ахматова. Здесь, здешняя библиотека, то же самое. Они говорят не об Ахматовой. Они говорят о том, как мучили бедную Ахматову. Но я бы хотел так помучиться, честно говоря, и каждый из вас бы, наверное, не отказался от таких мучений, по большому счету. то есть мы должны очень хорошо понимать, что государство заботилось о писателе. Естественно, оно заботилось, но оно и спрашивалось. Так что это две стороны медали. И тут никуда не деться. Поэтому давайте сделаем так. Я могу попробовать по 10 человек, которые практически не было. То есть она была открытая. Вот сейчас ее застеклили. При Ане Андреевне она была открытая. Значит, здесь мы создали небольшую экспозицию. Такую. Значит, вот если вы повернетесь сюда, то вот Анна Андреевна в разных своих ипостасях именно в Комарова. То есть, значит, вот слева от нее Найман, ее литературный секретарь. Сверху она в Доме творчества, где мы вот сидели, вот в комнатке, в которой мы сидели, вот точно в такой же комнатке она сидит. И это письмо Бродскому. Да. Здесь фотография, ее навещали много. Рассказываю. Мебель не Ахматовская. То есть ее стол, кресло, софа были уедены в фонтанный дом и там, собственно говоря, и пребывают до сих пор. Вся мебель совершенно другая. И единственное, что вот этот вот шкаф и вот этот вот шкаф, да, и кровать, они, собственно говоря, 50-х годов прошлого года. То есть у меня есть такое предположение, я не могу ничем подтвердить. Оно базируется на здравом смысле. Никто не стал бы сюда переть чужие шкафы. Я думаю, как он был, так он и ездил. Может быть, просто он стоял не здесь, а, допустим, на веранде или где-то там в переходах каких-то. Но это шкаф совершенно вот Ахматовского улевика. Здесь сидели все лучшие люди эпохи. Все Вознесенские, Евтушенки, все актеры, актрисы, Баталовы и так далее, все были здесь. Там была спальня, туда немногих запускали. А здесь, это была приемная, гостиная, там и так далее. Если вы почитаете воспоминания Чуковской, того же самого Наймана, там и так далее, вы узнаете эти места.